ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Чё это такое хилое поздравление? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время! 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 Теперь спасибо. Теперь я чувствую, что среди своих. Хотя мы сейчас еще что-то проверим. Потому что... Здравствуй, Сочи! Здравствуй, золотой фонд компании Арифлей. Здравствуй, Арифлей! Сейчас передаю слово своему бизнес-партнеру. Спасибо. Знаете, я хочу с вами поделиться одной историей, которую когда-то, очень давно, мне рассказала мама. И эта история определяла, определяет и во многом будет определять мои поступки. Идите. Жил-был маленький мальчик, который родился в пустыне. Но однажды ему приснилось море. И с того момента он больше не мог жить, как прежде, потому что у него появилась мечта. Он всем сердцем стал мечтать когда-нибудь вырасти и увидеть море. Он вырос, покинул родительский дом и отправился навстречу своей мечте. На пути он встретил развилку трех дорог. Он выбрал одну из них. И на этом пути он встретил, он попал в уникальный город. Это был потрясающий мегаполис. Он просто покорил его. После пустыни это было что-то невероятное. Он познакомился с местными людьми. Это были потрясающие люди. Они предложили ему получить образование и остаться с ними. Он согласился. Он закончил университет, получил хорошую работу. Но однажды он понял, что он несчастный, потому что он так и не увидел море. Он вернулся к развилке. И на этот раз он выбрал другую дорогу. И на том пути он увидел другой город, который покорил его своей архитектурой, Невероятными садами, природой. Но самое главное, он там встретил потрясающую девушку, Которую полюбил всем сердцем. А она ответила ему взаимностью. Он забыл про море. Он женился и стал счастливым отцом. Но шли годы. Дети выросли. И однажды его жена стала замечать, что ее супруг почему-то печалится. Оказывается, все эти годы ему снилось море. В один прекрасный день он не выдержал и вернулся на развилку. На этот раз он пошел по третьему пути. Долго ли, коротко ли он шел, неизвестно. Но его мечта сбылась. Он увидел море. Он увидел бескрайнее синее море. Он услышал крик чая. Он почувствовал морской прибой, бриз. Он искупался в теплых волнах. Он был счастлив. Его мечта сбылась. Но когда он огляделся, то обнаружил, что, оказывается, все три дороги вели к морю. Все дороги ведут в море. Главное – не останавливаться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с вами выбрали дорогу, которая называется Ари-Флейн. И, находясь здесь, своими собственными результатами, вы доказали, что уже успешны на этом пути. Главное – не останавливаться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как вам понравилась история про море? АПЛОДИСМЕНТЫ А вы чувствуете, что мы с вами на правильном пути, в нужном месте, в нужное время? И мы уже пришли к морю. А если кто-то обратил внимание, здесь вот черное море. Арифлейм ведет к морю. Арифлейм все время ведет к морю. Он все время вперед, он все время выше и выше. Мы только сейчас вернулись с Кипра, там тоже Средиземное море. Сейчас мы едем в Майами, там тоже море. Карибское. В следующем году он круиз на корабле. Япония. Причем Япония не просто Япония. Ребят, когда-то давно я у Магнуса спросил, Магнус, а когда мы поедем в Японию? Потому что мы на самом деле хотим посмотреть весь мир с Арифлеймом. Он говорит, никогда. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у вас на бриллиантовой, для золотой конференции не слишком дорого. А для бриллиантовой конференции было всегда везем в теплые края. А зимой, говорит, в Японии холодно. Вы представляете? Ну, видно, очень мы хотели в Японию, что они даже сдвинули срок и везут нас в апреле во время цветения сакуры. Вы вообще представляете, что в Японии во время цветения сакуры? Кто не представляет, может посмотреть мой инстаграм. Потому что мы с моей сестричкой в этом году отмечали наши дни рождения в Японии. Это тоже была наша мечта. Вы представляете, что такое Япония во время цветения сакуры? Это фантастика! Дело в том, что это национальный праздник. Они официально по телевидению празднуют... Распускание... Первого цветка сакуры. Первый, единственный цветок сакуры. Это для них праздник. И более того, она очень такая длинная япония. Вот на юге начинает цвести, на севере ещё только это самое. Но там постепенно идёт волной цветение сакуры по всей Японии. И всё это разливается по телевидению. Они все радуются. Но самый большой праздник для них это не цветение сакуры, а опадание листков сакуры. Который символизирует приходящую жизнь. Вы понимаете? И нас туда любое везёт. И нас туда везёт. Много людей мечтают. Даже просто услышат. Вы видите? Цветение сакуры. А мы с вами там будем. Мы с вами там будем. Причём это самое дорогое время в Японии. Это самое дорогое транспорт. Самые дорогие гостиницы. Самые дорогие рестораны. Мы там с вами будем. Кто хочет в Японию? Не все. Я смотрю. Кто хочет в Японию? Так. А кто будет в Японии? А вы знаете, что для этого надо сделать? Ребят, вы знаете, не так сложно. У стольких людей уже в мире получилось это сделать? Раз у кого-то получилось, значит это возможно. Возможно. Значит это надо просто сделать. Как Сижана сказала. Самое главное не останавливаться на этой дороге. Все дороги ведут к морю. Все дороги ведут сейчас в Японию. В Рифлэйне все дороги ведут к Японию. Начиная с бриллиантового директора. Что такое бриллиантовый директор? Шесть групп. Что такое шесть групп? Это шесть человек, которым вы поможете стать директорами. Благородное занятие. Благородное и благодарное. Я очень горд работать с компанией Рифлэйн. Это на самом деле очень благородная и благодарная компания. Сколько людей изменили свою жизнь. Сколько людей дали будущее своим детям. Это наша с вами работа. Это наша с вами работа. Делает других людей успешными. И чем больше вы других людей сделаете успешными, тем более высоко вас фирма ценит. Ведь понимаете, даже сам маркетинг компанией Рифлэйн говорит о том, в чем Рифлэйн видит смысл этого бизнеса. Скажи, пожалуйста, нам звание присваивают, по всему миру возят, уважение оказывают, почет. За что? За объемы личных продаж? За количество людей, которые вы подписали? Или за количество обученных людей? Вы выросли двух. Всего двух человек. Не пол России, не пол Москвы. Всего двух человек. Вы золотой директор. И вы золотой директор. Вас фирма начинает возить по всему миру. Начинает вызывать на сцену, получает цветы. Дарит вам уроки сменты. Всего двух человек. Четыреховый директор. Четыреховый сапфировый директор. Шесть в бриллиантовый. Там есть еще исполнители директора. Это еще больше денег, еще больше почета, еще больше уважения, еще больше поездок. Вы уже вчетвером. Вы уже можете всей семьей путешествовать по всему миру. Вы представляете, о чем вещь идет? Что от вас требуется? Что у вас фирма просят? Денег? Директор. Что она просит от вас? Она просит вас высоко поднять голову и с гордостью идти в этот мир. Идти в эту жизнь. И рассказывать. Просто рассказывать о возможностях и флейма. Как-то раз у Дамила спросили. Дамила, какая это самая большая мечта? Она ответила. Моя мечта безграничная, как небо. Моя мечта очень большая. Потому что я хочу, чтобы каждый человек на земле услышал про возможности Арифлейма. АПЛОДИСМЕНТЫ Это большая мечта. Это достойная мечта. Это мечта, в которой есть смысл жить. И вы знаете, в одиночку это сделать невозможно. Но мы можем собрать такую команду, которая на самом деле донесет эту мечту до каждого человека на земле. Потому что в компании Арифлейм тоже есть мечта. Стать компанией номер один в мире. АПЛОДИСМЕНТЫ Я горжусь своей компанией. АПЛОДИСМЕНТЫ Я горжусь работать с компанией, у которой такие амбициозные планы. Мне с ними по дороге. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, вас приглашаю всех в дорогу. К очередному морю. Вместе с компанией Арифлейм. И с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, а можно я немножко похулигаю? А вы меня поддержите? А кто знает, что моего любимого папы сегодня день рождения? АПЛОДИСМЕНТЫ А давайте все вместе споем ему? АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Пусть бегут неуклюжим. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. Три, четыре. Пусть бегут неуклюжим, И шифоны получим, А вода по асфальту рекой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Только нас дадут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»